Какие микрозаймы МФО и коллекторы приезжают домой к должнику за долги? Как часто коллекторы могут приехать к вам домой? Я не платил по кредитам и мой долг продали коллекторам. Из МФО постоянно шлют смс, что готовят выездную группу. Теперь они грозятся приехать. Что же делать? Надоело жить в страхе. Вот такие слова я периодически слышу от своих клиентов. Если какая-либо из этих ситуаций вам знакома и думаете, что коллекторы реально могут приехать к вам домой, забрать какие-то там вещи, то этот ролик для вас. Всем привет! Меня зовут Роман Родин. Я руководитель федеральной сети юридических компаний Дело Время. Вот уже более 9 лет мы законно избавляем граждан РФ от долгов. Сегодня разберемся, какие коллекторы и МФО могут реально приехать к вам домой, потому что угрожают этим практически все. Досматривайте этот ролик до конца. Я расскажу о самых опасных МФО, где брать микрозайм категорически не рекомендуется. Подписывайтесь на канал. Здесь каждую неделю выходят полезные ролики о ваших правах. Обязательно ставьте лайк и давайте начнем. Забегая вперед, скажу сразу. Да, выездные группы действительно существуют и к некоторым должникам, правда, приезжают домой. Но вероятность того, что это случается примерно 1%. Да, вся суть как раз в том, что очень многие МФО и коллекторы пишут смс, запугивают вас. Если вы не будете платить, то к вам приедут и так далее и тому подобное. Друзья, как правило, дальше каких-то вот этих пугалок, пресловутых, дело не заходит. Ну а вот лично вы, напишите, пожалуйста, получали ли вы какие-то угрозы от коллекторов, как давно это было, приезжали ли вы реально, вот может быть, к вам коллекторы и взыскатели. Поделитесь в комментариях, я давно этого не слышал. Ваше мнение может быть действительно полезным заемщикам. Начнем с МФО, которые часто угрожают, но в итоге они не приезжают. Очень часто шлют такие смс, это займер, екапуста, манимен, вебзайм, плаймзайм и подобные. Они могут каждую неделю запугивать тем, что вот-вот приедут, проходит месяц-другой, вы понимаете, что никто не приехал, не собирался даже. Точно так же с коллекторами из Эверест, МБА, Финанс, ПКБ и других вот популярных этих агентств. Там даже знаете, как они могут вообще прислать вам письмо, в котором тоже будет сказано, что группа уже вот все выезжает. У многих должников это, конечно, пугает, однако это чушь собачья и уловка. И буквально единичный случай, когда реально кто-то может приехать. Поэтому паниковать и нервничать вообще не стоит, смс даже можете не читать. Кстати, как правильно говорить с коллекторами МФО по телефону, я записывал отдельный ролик, ссылка будет вот здесь на экране, посмотрите обязательно. Если мы будем говорить о тех МФО, на которых все-таки, ну от которых реально могут приехать, это добрый займ, деньги в руки, деньги гарант. Но даже если они приедут, то не смогут ничего вам сделать. Вы можете после того, как они постучали, даже не открывать им дверь. Но в таком случае все их усилия будут напрасны. Чаще всего, если они приезжают, то просто оставляют в двери или в ящике конверты там с каким-то требованием. Смотрите, друзья, мы разыгрываем среди наших активных подписчиков совершенно бесплатное банкротство. Все по-честному, вы нас знаете. Все, что вам нужно сделать, это просто ниже в описании под видео заполнить форму обратной связи на этот розыгрыш. 20 марта в прямом эфире я и начальник юридического отдела Татьяна будем звонить по случайно выбранному в прямом же эфире номеру. И тот, кто выиграет, получит бесплатное прохождение процедуры банкротства в нашей компании. Идите и заполняйте внизу прямо сейчас. Может повезет именно вам. Друзья, если уже сейчас микрозаймы вас беспокоят и ваших родственников, то в описании к этому ролику вы можете забрать инструкцию, как защитить себя и своих близких от коллекторов отделов взыскания банков и МФО. Ссылка на шаблон в описании, потому что бывает всякое, может пригодиться. А теперь, как и обещал, я расскажу про самые опасные МФО, где не рекомендуется брать категорические займы или оформлять долги. Первая такая МФО – это One Click Money. Если вы попали в эту организацию, допустили просрочку, хотя бы один день компания, не жалея вас, использует такие черные схемы, как взлом почтовых ящиков сетей, угрожают, звонят, пишут матом. Ну, в общем, работает грязно. Часто по телефону приставляются сотрудниками полиции. Договориться с этой МФО не получится. Придется поменять номер, удалить социальные сети и так далее. На втором месте – это Белка Кредит, Кешью. Делают все вот то же самое. Но помимо этого, они еще навязывают вам какие-то конские страховки. Иногда даже эти страховки равны самой сумме займа. На четвертое место я бы поставил микрозайм Кредит 7. Здесь вас ждет жесточайшая психологическая атака, причем не только на должника, но еще и на родственников. Сами звонки просто не прекращаются, и остановить их можно только жалобой приставам. Такую жалобу вы можете оставить на сайте Госуслуг вместе со скриншотами таких переписок. И пятая МФОшка – это Макс Кредит. Тоже ставят вас на дозвон, подают на вас заявление в полицию. Напишите, кстати, друзья, свое мнение в комментариях, с какими МФО сталкивались именно вы. Может быть, ваши советы будут полезны другим должникам. Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, потому что там я выкладываю все самое полезное, что нужно вам, если у вас есть долги, в том числе и документы. Ссылка будет в описании к этому ролику или по QR-коду, который сейчас на экране. А если вас уже давно мучают кредиты, микрозаймы, и вы хотите законно и навсегда от них избавиться, а сумма всех ваших долгов более 300 тысяч рублей, то напишите напрямую нам в WhatsApp, Телеграм, по ссылке внизу. Наша команда законно избавит вас от долгов, раз и навсегда. Мы ведь уже более 9 лет законно помогаем гражданам Российской Федерации избавляться от долгов. Ссылка для записи ниже в описании к этому ролику. Друзья, мы стараемся делать полезный материал. И если не сложно, поставьте лайк этому видео. И не поленитесь, порекомендуйте наш канал друзьям, тем друзьям, которые погрязли в долгах. А вам плюс тысяча карт. На этом у меня все. Счастливо. Продолжение следует...